Всем привет! Сегодня наша лекция будет посвящена анимации тех сцен, которые мы с вами отрисовали на этапе изучения иллюстратора. Можно выбрать либо город, либо офис. Я покажу процесс анимации непосредственно на сцене офиса. Мне кажется, она такая более интересная и здесь больше возможностей для анимации. Вы же можете выбрать любую сцену, которая вам больше нравится или ту, которую вы отрисовали, если вы рисовали только одну из них. Так что давайте поскорее начинать. Прежде всего я все, что отрисовала, все, что у меня есть, я почищу и разобью на слои. Давайте это сделаем прямо сейчас. Удалю весь лишний мусор. Это мне не пригодится. Я достала все, что было у нас в этом пузыре, скажем так, да, весь наш бэкграунд, чтобы отдельно его заанимировать. И создам отдельно маску. Покрашу ее в красный, чтобы мне было легко ее, скажем так, идентифицировать. Спасибо. 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 С бэкграунда. Давайте. Вот мой бэкграунд. Есть. И все, кроме маски. Вот наша маска. Кроме нашей маски я и пузырика дополнительного я буду помещать Precompose. Итак, это у нас Background Precompose. Говорим хорошо. А маску и непосредственно этот второй пузырик я помещу в другой Precompose. Назову это Mask Background Precomp. Старайтесь давать осмысленные, скажем так, названия, потому что это потом в дальнейшем вам очень поможет разобраться, что происходит вообще. Так, меняю трек маски. И вот у меня уже виден мой. Видна, скажем так, оригинальная графика. Здесь сейчас не очень красивый этот фрагмент, но мы его исправим. Я заанимирую сначала маску. Маску я буду анимировать не слишком сложно. Просто по скилу. Обязательно замедляю в конце. И давайте накинем небольшую шевелёнку на этот объект. Нам понадобится эффект Turbulent Displace. Вот, он сразу искажает наш объект. Давайте просто поменьше сделаем значение. Сейчас у нас ничего не происходит, потому что мы не заанимировали с вами параметр Evolution. Evolution добавляет именно вот это дребезжание, то, что нам нужно. Очень медленно. Я выберу режим, чтобы у нас с вами не, скажем так, не были статичными края. Это в параметре Pinning. Но мне здесь не совсем нравится вот эта история. Так, у нас с вами не очень красиво, скажем так, обрезается весь этот объект. Поэтому давайте его тоже с вами сконвертируем в Shape. И тогда у нас уже будет границы, скажем так, этого слоя по размерам композиции. Тогда у нас будет с вами хорошо и гармонично выглядеть наш эффект. Только не так радикально, естественно. Вот, отлично. Давайте создадим новый объект. Покрасим его в такой же цвет. Вот. Продолжение следует... Думаю, вы уже догадались, что сегодня я продолжаю, скажем так, изучать и показывать вам эффект Liquid Motion, да, уже больше так в анимации, немного с другой стороны. Но принцип здесь на самом деле примерно тот же самый, просто я сегодня сделаю побольше частиц, и будет всё это дело поинтереснее. Я копирую эффект на мелкую частичку. Бублирую её. Заанимирую скейл, чтобы она потом у нас пропадала. Давайте ещё сдублируем. Мне не нравится здесь слишком такая... Экстремальная форма, поэтому я её изменю. То же самое сделаю и с этим элементом. Так, возвращаясь в свою финальную композицию, накидываю на прикол с маской Fast Blur. Всё это дело, конечно, блюрим. И затем, как и в прошлый раз, нам нужен эффект кривых. И не забываем переходить в режим альфа. Мы редактируем с вами край, поэтому нам нужен, естественно, режим альфа. Старайтесь, опять же, следить за краем, чтобы не был такой дикий кривой край. Ровненький, такой, немножко сглаженный. Мне неудобно редактировать всё в одном окне. Вот так переключаться, поэтому я сделала себе ещё одно окно. Выбирая режим композиции, окно композиции, я нажимаю Ctrl-Shift-Alt-N. И у меня открывается ещё одно окошко. Финальное окно я заблокирую, чтобы видеть результат. А во втором окне пойду в композицию с маской. И буду её настраивать и сразу здесь видеть, как у меня это всё дело отображается. Очень удобно. И вот так. Мне нравится. это взаимодействие между нашими шариками, да, что они могут и возвращаться обратно и потом опять отделяться и так далее. Сейчас мы просто подтянем нашу штору и будет вообще отлично. Очень далеко убегает у нас этот шарик. Я хочу, чтобы они были более-менее рядом. Да, и таких, в принципе, шариков и элементов вы можете сюда поставить достаточно много, сколько вам нужно. Это могут быть и линии, и те же самые эллипсы. Чем больше вы поставите, естественно, тем тяжелее будет вашему железу с этим всем справляться, потому что у нас здесь эффект блюр, а блюр всегда тянет очень много ресурсов. Ну, я думаю, для примера нам хватит трех таких форм, да. Давайте сейчас заанимируем. Теперь наши с вами, я могу отключить это окно, отжать замочек, чтобы у меня отображалась текущая композиция, а не та, которую мы закрепили, да. Так, background не нужен. Это я тоже закрепляю и все под низ, кроме лампочек. Есть. Да, вот так я повыше подниму и уже будет лучше, я имею в виду штору. Давайте еще сделаем простенькую анимацию для фона. штору мы с вами зонируем с помощью эффекта. Да, cc-bender. Не первый, да, который у нас с вами попадает в поиске, а именно cc-bender. Давайте поменяем опорные точки, то есть у нас будет с вами верх фиксированный, да, а низ такой вот динамичный. Выбираем как нам лучше, не то слишком. Давайте вы здесь все-таки. Да, окей. позицию. У меня штора как бы будет прилетать немного, да. затухание в покачиваниях нашей шторы. Так, сейчас очень резко, давайте все сгладим. Так, и здесь, если помните, я говорила, что бывают такие нахлесты в траектории, да, когда мы с вами склаживаем ключи, нам нужно поменять интерполяцию. Так вот здесь мы ставим обязательно линейную интерполяцию, чтобы у нас не было никаких там петель непонятных, невидимых, которые сложно поправить ручками. Вот теперь гораздо лучше. Я поправлю график движения, чтобы плавно замирало. очень резко, очень мало кадров, но такое достаточно объемное движение. И мы с вами можем сделать небольшой захлест. Давайте посмотрим. Сдвинем кадры покачивания. Буквально на парочку. Да, только здесь, возможно, надо посмотреть, что у нас. Минус 40. Затем давайте 20. Минус 11. Допустим, 5 и 0. Чтобы у нас было более плавное, скажем так, затухание этих колебаний. Так, ну и плюс штора у нас за городом. Это как-то нелогично. Давайте вынесем ее на передний план. Так, что с лампами? Давайте лампу преобразуем в шейпы. И здесь, если помните, я говорила, что не всегда конвертация проходит удачно. Иногда автор создаёт какие-то дополнительные пустые группы размером на все поле композиции. Поэтому, к сожалению, я не нашла еще решения, не нашла скрипта, который бы помог нам это все дело почистить. Нам придется это почистить руками. Ну, в принципе, мы можем с вами выбрать только одну лампу, а затем просто ее продублировать. Вот она. Вот видите, пустые группы. Мы их удаляем. Давайте одну лампу и ее просто сдублируем. Сделаем анимацию и сдублируем. Повыше анкерпоинт. Давайте тем уже позиционом. Есть выражения, которые делают вот эти затухающие колебания. Я ими очень любила пользоваться. Его несложно найти в интернете. Но, честно говоря, когда вы умеете делать это руками, это гораздо, скажем так, выглядит более натурально, не так механически. И плюс у вас гораздо больше контроля для вашей анимации. Потому что там можно сидеть, подбирать эти числа, сколько это все будет. Это, конечно, так себе занятие, честно. Давайте подправим наши графики. Что-то пошло не так. Вниз, вверх. Снова чуть-чуть вниз и назад. Так. 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 Давайте чуть-чуть по таймингу сдвинем. Да. Класс. Можем попробовать докинуть легкий такой совсем чуть-чуть ротейшн. Посмотрим, как это будет выглядеть. Выглядит это, скажем прямо, не очень. Поэтому я его, пожалуй, все-таки уберу. Так. Давайте дублировать нашу лампочку. И я не буду просто скейлить всю лампу целиком. Потому что иначе у нас тогда поменяется наш строк. Мне это не устраивает. Мне нужно поскейлить именно вот эту часть. Дублирую еще раз и еще раз смещаю. Здесь уже просто без всяких масштабирований. Да. Практически. Настраиваю тайминг. Пусть у нас все появляется одно за другим с небольшим ускорением. Да. Давайте посмотрим, что получилось в финале. Да. Уже гораздо, гораздо интереснее, чем просто, скажем так, статичный фон. Я бы сместила анимацию появления города, потому что очень, ну, как-то все вместе. Немного рябит. Да. Класс. Теперь отлично. Что ж, фон мы с вами заанимировали. Теперь, я думаю, самое время приступить к основной части нашей графики. Да. К столам, стульям и всему остальному. Давайте, наверное, для начала заанимируем пол. Я не буду слишком долго с ним возиться и просто по одной оси скилл. Можно было бы добавить здесь стримпаз, да, прорисовать пол. Сейчас, в принципе, я думаю, будет нормально сделать так. И когда у нас пол уже с вами прорисовался, давайте добавлять наш стул и стол и все-все, что мы с вами рисовали. Я хочу сделать такое а-ля выскакивание из нашей линии пола, скажем так. Не забываем все сглаживать и помним про петли в позиции. Убираем. Так, здесь можно открыть наши эти ноги, скажем так. Давайте привяжем их к крышке. Я добавлю все в Precompose. Обратите внимание, что сейчас я выбираю leave all attributes in office, да. то есть у нас Precompose создаться по размеру нашего слоя. Это, скажем так, сейчас нам важно. То же самое со второй частью. Здесь у нас будет начало. И давайте заанимируем позицию здесь тоже. Так, у нас там будет 10 кадров. Тайминг. И здесь давайте. Чтобы нам с вами не рисовать какие-то дополнительные маски, не заморачиваться с кучей лишних телодвижений, мы именно поэтому выбираем такой атрибут, да. Такой параметр при создании Precompose. Давайте все это наверх, все это дело сглаживаем. Давайте в режиме соло поработаем пока только с нашим столом. Так, что у нас сейчас не очень классно. У нас нет классного такого, я прошу прощения за тестологию, отскока. Поэтому давайте сделаем нулевой объект вот здесь в углу. Куда-нибудь его сюда поближе. Положим и привяжем весь наш стол к этому нулю. И тогда мы сможем с вами заанимировать дополнительно Rotation с этой стороны. Так, нам нужен снова отскок, но поворот уже в другую сторону. И все у нас уходит в ноль. Давайте посмотрим. Так. Так. Мне нужен наш пол, чтобы видеть где у нас вообще идёт и когда идёт отскок, да, чтобы его настроить. Так. Так. Ну здесь линейная интерполяция. Так. Уже лучше, но есть ощущение, что ствол как-то вот, да, у нас плавает. Не очень красиво это всё выглядит. Давайте подрихтуем тайминг. Во-первых, зависание, да, красивое мультяшное. Во-вторых, давайте не так сильно наклонять. Да, допустим, три совсем капельку. И не так высоко делать отскок. Плюс на такое коротенькое, манюсенькое движение мы даём столько же времени, сколько и на огромное выпрыгивание. Да, первое самое. Это неправильно. Давайте всё это дело подрежем. Так. 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 И у нас здесь уже должна быть ножка полностью, чтобы было ощущение соприкосновения с землёй. Так. 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 Давайте чуть поэкстремальнее, посмотрим. Давайте здесь, наверное, линейное сделаем. Линейное сделаем. Нет, too much. Давайте сделаем небольшую анимацию. По скейлу добавят нам мультяшности. Мультяшности опять же таким. 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 Как будто, знаете, уже легче, уже поинтереснее. Здесь тоже чуток приподнимем. Да, так уже больше похоже на... Мультяшности опять же таким. Мультяшности опять же таким. Мультяшности. Мультяшности опять же таким. Давайте не так экстремально. Поэтому нужно найти хороший тайминг для появления второй части. Продолжение следует. Да, так гораздо лучше. В общем, со столом мы с вами разобрались. Я люблю смотреть после каждого этапа все вместе, что у нас получилось, как это все дело связано. Стол можно, кстати, и попозже дать. Давайте его чуток сденем. Можно даже попробовать его немного. По скейле, да? Ну, я не уверена, что сейчас будет это дело хорошо выглядеть. Поэтому давайте ради интереса посмотрим. Нет, скейл здесь как-то совершенно не ложится. Давайте не будем. Так, есть. Теперь нам нужно все это дело снова замаскировать. Поэтому весь стол я беру и помещаю в прикомп. Тейбл прикомп. Говорю хорошо и рисую ему маску, чтобы он у меня как бы выпрыгивал из-под этой линии. Да? Где-то так. Старайтесь все делать чистенько, чтобы не было никаких непонятных, скажем так, пересечений или наоборот, пустых пространств. Да, окей. И у нас с вами еще остается тут компьютер сверху. Магия монтажа я добавила еще в наш прикомп. С этим столом монитор, да? И мышку. Здесь анимация такая же, как и у стола. Поэтому я думаю, ничего страшного, если я сэкономлю вам немного времени и не буду дублировать все то же самое, что я сделала для этих ребят. Вот. Единственное, на что нужно обратить внимание, это на момент появления монитора, да, и мышки, чтобы у нас была классная синхронизация по анимации. То есть, когда у нас стол приземляется на пол, да, у нас именно в этот момент будут появляться и мышка и монитор, чтобы у нас была такая взаимосвязь между анимациями, да? И давайте сделаем опять же немного рассинхрон. Но прежде чем мы сделаем рассинхрон, я еще хочу продублировать анимацию для монитора, да, для его верха. Т.е. если у нас основной объект идет наверх, то и монитор идет наверх, привязанный к нему. Если все идет вниз, то и монитор идет вниз. И в конце тоже самое. Тоже делаем вздыхающие колебания. Давайте сделаем тоже здесь небольшое зависание. На самой верхней точке я люблю делать такие зависания. Они выглядят, я уже много раз об этом говорила, выглядят очень мультяшно и классно. Так, и теперь рассинхрон. Т.е. я просто сдвину анимацию мышки чуть попозже, чтобы она появлялась. Буквально несколько кадров. То же самое касается анимации верхней части нашего монитора, чтобы она у нас тоже была с некоторым запозданием. Из-за этого у нас появлялся такой классный эффект мультяшности. Видите, да? То есть такой бурунник. Нет ощущения, что все одним слоем просто движется. Это важно. Давайте все это дело снова запихнем в Precompose. Естественно. Так, что-то пошло не так. Не, мы не можем, да? Так, давайте сейчас придумаем, как быть. Да. Теперь запихнем Precompose. Должно все быть окей. Да, есть. Ну и сделаем маску. И уже этот Precompose мы привяжем к столу, чтобы у нас не летало все отдельно друг от друга. Давайте вяжем к крышке основной. Поехали. Поехали. Да, отлично. Давайте смотреть, что вышло. Так. По-моему, отлично. Возможно, мы еще сделаем небольшой рассинхрон с нашей шторой, но сейчас, в принципе, этого достаточно. Давайте теперь все то же самое с, думаю, с вазой. Поехали. Взлезо. И. Взлезо. abolиться. Взлезо. А. так все цветочки вяжу к нашей вазочке и базу я сделаю немножко иначе в в в в в в Сделаем захлёст. И более резкое движение. Сильно оно резкое. Давайте чуть плавнее. Да, мне нравится такое резкое, скажем так, торможение. А для всех остальных цветов мы накинем с вами эффект, который мы уже использовали с нашей шторы. Давайте посмотрим. Сейчас будет очень резко, но у нас такое динамичное появление. Давайте так попробуем. Нет, первый вариант мне нравился больше. Просто очень мало времени и очень большие значения у нас стоят. Поэтому кажется так немного дергану. Давайте сделаем пару отскоков. Тогда будет полегче. Проверяйте графики, чтобы не было никаких там непонятных искажений. Это очень будет влиять на вашу анимацию. Да, довольно жесткий такой листик у нас получается. Вот, совсем другое дело. Следите за таймингом. Чем меньше колебаний вы будете делать, вот этих вторичных, тем более жестким будет казаться ваш предмет. У нас этот цветочек, поэтому он явно не может быть жестким, как, не знаю, железная проволока, да, или что-то в этом роде. Поэтому нам нужно с вами делать какой-то другой тайминг, расставлять ключи пореже и давать достаточно времени на все наши задухающие колебания. Эффект давайте просто копировать. Ctrl-C, Ctrl-V. Главное просто расставить правильно опорные точки, потому что при копировании они, естественно, смещаются. Так. И на последний слой то же самое. Видите, смещаются опорные точки, мы их подгоняем как нам нужно. Чтобы у нас не было ощущения, что все это движется слишком синхронно, мы с вами, естественно, делаем рассинхрон по ключам, буквально в один кадрик. И уже картинка выглядит более живой, более интересной и не как будто это робот анимировал. Так, цветочек у нас с вами готов. Нам осталось не так много. Начну я, начну заканчивать свою анимацию я с бутылки. Как видите, я поместила ее тоже в прикомпост, потому что анимация у нас будет примерно такая же, как и со столом, что мы делали. Единственное, что здесь будет небольшое такое дополнение насчет воды, потому что воду я хочу заанимировать тоже. Но прежде чем я это начну делать, я, естественно, поменяю фон, во-первых. Ну и сделаю основное движение. Здесь как будто у нас не хватает немного слоя, но я потом таким сделаю измазки. Ладно, давайте все это дело попривязываем. Поехали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Итак, есть. Давайте анимировать основное движение, после чего будем прорабатывать уже детали. Я поставлю здесь направляющую, что у меня здесь как бы пол, и начну. Так, здесь у меня не привязалась эта башня, мне это не устраивает. Наверх. Боже, как медленно. Нет, нам не подходит, у нас динамичная анимация, так что да, это уже повеселей. И исправляем петли. Давайте добавим нулевой объект. Уставим его опять же в этот угол. Есть. И заанимируем ему rotation. Может сделать здесь поменьше отскоки. Нет, ну видите да, тайминг вообще никакущий. Делаю еще один ноль и добавляю его в этот край. Привязываю к нему предыдущие и делаю rotation ему тоже. Здесь плюс 6, значит здесь никак не может быть минус 8, должно быть меньше. Каждый последующий отскок у нас должен быть явно меньше предыдущего. Вот мы... ... Продолжение следует... Очень все медленно. Я хочу динамичнее это все делаем. Давайте опять же добавим зависание небольшое. Продолжение следует... Так, окей. И давайте еще... Знаете, что сделаем? Сделаем анимацию для этой бутылки непосредственно. Принцип такой же, как мы делали с вами монитор. То есть, как сделать вот эти вот нахлесты в анимации. Выправим кадр в кадр анимацию основного объекта. Если он идет вверх, то и, скажем так, тот объект, который к нему крепится, идет тоже вверх. Если основной объект идет влево, то и вторичный объект тоже направляется влево. А затем просто сдвигаете на пару ключей всю анимацию вашего привязанного объекта, скажем так. То есть, я сейчас просто повторяю анимацию вверх, вниз, тот же тайминг, снова вверх и на исходное положение. Есть. Теперь мне нужно выровнять все по интерполяции, опять же, чтобы у меня везде все было ровненько. И из-за этого придется нам подправить снова зависание, чтобы у нас не было расхождений по таймингу. Это важно. Можно сделать более экстремальную анимацию, что вот прям так оно резко выпрыгивает, что аж отрывается от нашего основного объекта. Есть. И теперь просто сдвигаем на кадрик или два. Все, отлично. Сейчас не очень красиво вот здесь нахлёст получается, да? Вот этот. Поэтому давайте на задний план. Да. Теперь, думаю, будет получше. Так. Эту красную штуку я тоже, наверное, отключу. Есть. И давайте разберемся, как нам быть с волнами, да? Давайте создадим новый shape. Подвинем его куда-нибудь и накинем ему градиент. Строк я уберу. Градиент fill. Вот он. И давайте сделаем, повторим наш градиент для воды. Так, немножко по диагонали. Есть. Теперь возьмем эффект. Он так называется. Wave. Вот. И настроим его, как нам нравится. У меня там достаточно крупные волны, поэтому я так и делаю. Есть. Запихнем прикомпоз. И накину сверху на этот прикомпоз эффект CC-цилиндр. Давайте с вами его настроим. В ротейшене немножко немножко это дело все растянем. Провернем, как нам нужно. И вот у нас появляется уже такая заготовка под нашу водичку. Давайте ее как-нибудь сюда примерим. Где наша маска? Вот она. И выберем нашу маску. Так, старые линии нам не нужны. И естественно все это дело свяжем с основной анимацией. Под низ. Есть. Давайте еще немного изменим шейдинг. Потому что сейчас достаточно такая грязная вода у нас получается. Мне не очень нравится. Вот. С такими настройками уже поинтереснее. Давайте смотреть, что получилось. Можно играться с размером этих волн. Как они будут быстро у нас или не очень быстро шевелиться. Все это можно настраивать, крутить. Как вам больше нравится. Что я сейчас совершенно точно хочу сделать. Я хочу настроить немного анимацию для этих волн. Чтобы у нас вода, скажем так, немного реагировала на все эти повороты нашей банки. Давайте rotation откроем у прикомпоза с водой. Я могу даже... Ну, мне по сути надо сделать все то же самое. Повторить основное движение. Давайте его просто повторим. Я подозреваю, что тут сильно много. И все сдвинем в тайминге. Очень быстрое движение. Практически, скажем так, незаметно. Добавили мы там, нет. Но, поверьте мне, чем лучше вы прорабатываете вот такие вот детальки, тем, скажем так, более закончена и выглядит ваша анимация. Поэтому старайтесь продумывать такие мелочи. Они все-таки играют роль в целом. То есть сейчас в одной этой баночке, возможно, это не так бросается в глаза, что мы там заанимировали реакцию воды на поворот. Но, тем не менее, вот такие вот мелкие детальки вместе собирают классную картину, классную анимацию. Давайте пойдем в финальную композицию и поднастроим тайминг. Не только тайминг, но еще и маску. Нам же нужно маску здесь тоже нарисовать. Давайте я нарисую. Обратите внимание, что я стараюсь следить за всеми хвостами, чтобы у меня ничего нигде не выглядывало, не торчало, не было лишних каких-то косяков. Следите, делайте свою анимацию чистой сразу. Вот, чтобы даже не было повода сделать какое-то там, знаете, замечание. Так, давайте расставим. Расставим немного тайминг. То есть, когда у нас выезжает стол, у нас будут появляться цветы. И когда у нас цветы уже практически приехали, будет появляться вот эта бутылка. Смотрите, чтобы не все сразу происходило, потому что зрителю не на чем будет фокусировать внимание. Управляйте вниманием зрителя самостоятельно. Так, отлично. Давайте сохраню все, что мы сегодня сделали. Ну и напоследок у нас остается, собственно, сам стульчик. Давайте сделаем ему, тоже поддержим нашу вазу, сделаем ему примерно похожую анимацию. И вынесу сюда наверх. Так. 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 Это наше основание и мы к нему вяжем все остальное, естественно. И мне нужен ротейшн еще. Да. Все. Так. Здесь стульчик у нас будет резко тормозить. Так. Опять чистим петли, естественно. Какой кошмар. Давайте обернем это все обратно. Делаем резкую остановку. И немножко, опять же таки в тайминге сместим ротейшн. Слишком сместили. Всего лишь один кадр и уже совершенно другая картина. Я хочу, чтобы он тут немножко подзавис. И слишком резкое движение. Тут он вообще очень медленно выползает. Это не очень хорошо. Так. Теперь сильно быстро. В общем, наоборот. Вот. Вот. Да. То, что и не слишком резко и не слишком, скажем так, медленно. Я хочу, естественно, сделать... Давайте это все дело привяжем ко второй части нашего стула. К вот этой. и сделаем еще и такое дополнительное движение. Как будто он у нас так вытягивается. Затем вниз и вверх. Есть. Очень активное это движение получается. Оно такое вторичное. Поэтому, опять же, надо все дело поделикатнее. Так. Проверяем, что у нас по интерполяции. Автобезье, конечно, нет. Давайте все сдвинем опять во времени. Чуток. И мы можем еще попробовать сделать то же самое с верхней частью. чтобы у нас было совсем такое. Ну, чтобы было понятно, что стул у нас состоит из нескольких частей, а не из одного монолитного слоя. И что у нас анимация как бы вообще-то проработана здесь достаточно неплохо. И еще сдвигаем на кадр. Чем выше от основания, тем дальше, дальше у нас идет сдвиг в анимации. Основание, я имею в виду вот эта часть, да. Потому что относительно нее все движется. Здесь у нас с вами центр тяжести находится. Я не зря на этом акцентирую внимание, потому что это будет важно, когда будем с вами анимировать персонажа уже. так я эту часть тоже привяжу к верхней. Я не привяжу некрасиво. анимации. Давайте смотреть, что получилось. Так, ну что, отлично. Мне все нравится. Мне не нравится только активное движение вот здесь. Слишком, слишком оно такое явное. Пока. Пока. Существует. Давай, пока. Давай. Ну а, идем дальше. Поехали. У дляiuе роман. Давай, давай. Сейчас. можно также уменьшить амплитуду движения и для второстепенных элементов да ну в целом принципе у нас уже так сильно ничего не отвлекает поэтому думаю нормально чуток почетче хочу сделать края потому что там местами проскакивает блюр а это не очень хорошо так но в целом мы с вами разобрались и закончили анимацию для нашей сцены с офисом основные моменты по таймингу по настройке ключей да по центру тяжести где объекты как их вообще анимировать и так далее что к чему линкуется и как это влияет дальнейшем на анимацию я вам показала плюс мы с вами сегодня посмотрели несколько эффектов которые я лично использую достаточно часто в работе бендер цилиндр фат плюр кривые все эти вещи я просто вот как бы на постоянной основе от проекта к проекту настраиваю так что думаю вам тоже будет полезно на этом в общем то по анимации по процессу создания данной сцены у меня все давайте коротко о домашнем задании ваша задача как ни странно будет похожа на то что я делала сегодня это создание анимации появления либо офиса либо города тех сцен которые вы рисовали на предыдущих лекциях на предыдущих занятиях и ключевое здесь именно появление то есть не просто статично картинка стоит уже в кадре вы как-то и там шевелить и нет именно соберите сцену пожалуйста потому что тогда у вас появится гораздо больше вариантов для анимации для идей для креатива я вот именно настоятельно рекомендую прислушаться к этому скажем так совету по таймингу не больше 10 секунд 6-10 секунд единственное что в конце всегда давайте пару секунд статичными без анимации или там с какой-то самой лайтовой анимации шевеленкой допустим листочка в облачков еще чего-то чтобы зритель успел осознать что произошло что вообще тут творится под но на этом у меня все так что до встречи на следующем занятии в следующем занятии Продолжение следует...